Ну что ж, друзья, всех приветствую! Это вторая часть ролика про вещи, которые бесят музыкантов, которые отравляют музыкантам жизнь. Предыдущая часть по ссылочке внизу. Кто не смотрел, обязательно посмотрите, а мы, собственно, приступаем. Пункт номер один. Кто ещё с этим не сталкивался, тот столкнётся, а кто знает, тот уже знает, и, возможно, пустит скупую слезу от этого. Итак, речь о сборе группы. Допустим, ты уже такой преисполнившийся музыкант, и начинаешь себе искать людей, с кем поиграть, либо свой авторский материал, либо какие-то кавера, и начинается угар. Найти людей с инструментом, найти людей, которые в состоянии выучить партии, найти людей, которые в состоянии заплатить за репу, найти трезвого басиста, найти барабанщика, как факт, найти барабанщика, который дойдёт до репетиции, который придёт на вторую репетицию. Потому что были у меня случаи, например, когда репаешь с одним барабанщиком, а играешь концерт с другим. В общем, это тот ещё угар. Пункт номер два. Есть музыканты у нас двух категорий, которые просто по фану играют для себя, так сказать, записывают какие-то кавера в стол и никуда ничего не выкладывают. Ни на YouTube там, ни аудиотреки там и так далее. Но есть вторая категория, которая занимается творчеством, чтобы его, в конце концов, обнародовать. И тут-то начинается самое интересное. Я как человек, который отснялся там, не знаю, в 500 роликах или сколько там их было за все эти годы. В общем, могу сказать, такого количества интересного про себя прочитал, что можно как бы и посидеть. Но ничего с этим сделать не получится, кроме как выработать себе железобетонную нервную систему и просто как бы эти все моменты игнорить. Ну либо творчество своё никак не обнародовать. Выбирайте сами. Пункт номер три. Он имеет некоторое отношение к предыдущему, но не совсем, поэтому выделю всё-таки его в отдельный. Речь о супердушном гитарном и музыкальном в целом комьюнити. Комментаторы, да, там они пишут чисто агрессивные комментарии, это можно научиться как бы просто игнорить. Но около музыкальных всяких вот формах, ресурсах будет очень много всякого душнивого на тему того, что всегда найдётся человек, который знает, как лучше, что был там Тони Айоми, который все тяжёлые риффы сыграл, а вы занимаетесь какой-то фигнёй. Это, кстати, цитата, комментария там под каким-то из моих видео, где риффы, по-моему, показывали, что-то такое. Ну, в общем, всегда найдётся супер умный такой перец, который будет всеми силами пытаться доказать, что то, что ты делаешь, это никому не нужно. И вот посыл в этом тоже перестать на это всё обращать внимание и делать исключительно то, что нравится лично тебе. Никаких гарантий успеха у вас не будет, когда вы начнёте заниматься музыкой. Я умею играть на гитаре, и чё? В целом это прям нервотрёпка постоянная. Что за говно? Кому это надо? Я без понятия. Всем пока. Но мы немножко отклонились от темы, и четвёртый пункт, он прямо вытекает из первого. Допустим, вы уже собрали группы и прошли все круги ада с поиском барабанщиков, трезвых басистов, платёжеспособных там вокалистов, я не знаю, и уже играйте материал. И на этом этапе придётся опять же столкнуться с угаром, связанным с клубами и персоналом, который в этих клубах работает. Например, приезжаешь вот с таким вот педалбордом, опять же всё на личном опыте, вот с таким педалбордом приезжаешь, там куча пресетов туда-сюда, всё это нарулено под одну песню, под другую, и такой, ну сейчас будет звук. Приезжаешь, короче, в клуб, смотришь, а там стоит стульчик, и там вот такой вот 20-ваттный маршал, ты в это всё втыкаешься вот так вот, и как бы все твои пресеты, все твои труды, старания, короче... И короче, как в мемуасе, пиво дорогое, звук говно, это то, с чем придётся обязательно столкнуться человеку, который группу уже собрал. И последний пятый пункт нашего скорбного списка, он имеет отношение уже не только к музыкантам как таковым, но и к людям, которые этих музыкантов окружают. Это жёны, мужья, дети, мамы, папы, дедушки, бабушки и так далее. Так вот, речь о чём? Занятие музыкой требует чудовищных затрат времени и денег, чтобы собрать группу, чтобы написать материал, отрепетировать материал, поехать в тур, тебя в это время ждут, в туре тратишь деньги, а ещё альбом надо записать, а ещё гитары купить. И я не знаю, что тут ещё добавить, это то, с чем придётся, к сожалению, мириться. В общем, такой вот пятый пункт у нас получился. Друзья, делитесь более в комментарии, лайки, подписки, смотрите предыдущую часть видео, ссылка внизу. И до встречи в новых видео, всем пока! И последний... Зачем это сделал? И последний пятый пункт нашего скорбного списка... Хороший перспектив. Как? В смысле, ну я по фактам? По фактам, каждому по факту. Друзья, всё пишется, да? Друзья. Тоже мне друзья. Блин! Редактор субтитров А.Семкин...